Всем привет любители ароматного табака. Сергей мне подкинул интересные идеи, я в принципе даже об этом не думал, но на самом деле почему бы и нет. Он предложил сделать топ-5 табаков за 2014 год, которые мне понравились. В принципе почему бы и нет. Число подписчиков канала растет, уже 110 человек. Я, честно говоря, начинал делать свои видео и не думал, что это вообще кому будет интересно. Но если люди интересуются моим субъективным мнением о табаках, почему нет, почему не сделать. Может действительно это будет кому-то интересно, кто-то посмотрит и что-то интересное новое для себя найдет. Но оговорюсь, видео я начал делать там не в начале года, поэтому не все табаки, которые будут в моих топ-5 были обозрены мною. Некоторые, кстати, будут, поэтому как бы можно будет освежить, посмотреть обзор. И еще одно поправочка, учитывая, что языком английскими обладать крайне плохо, все табаки, которые я назову, они будут в примечаниях видео указаны. Ну, может быть найти, купить. В общем, кому заинтересуется, вполне возможно. Итак, топ-5 по версии Алексея Раихина. Значит, ну, на самом деле, когда начал думать на эту тему, к удивлению, оказалось сложнее не первый метод отобрать, а именно вот 4-5. Долго я думал, выбирал, размышлял, ну, вот как бы вот так сформировал, потом, как бы, в общем-то, мне кажется, так будет правильно. Итак, 5-е место. 5-е место я отдал черного твиста от Гивиса. Значит, ну, по моему мнению, это мистер просто постоянства. Он уже давно мой открыт, давно в моей колеце табаков присутствует. Всегда я его, как бы, не часто я его на самом деле так курю, но он всегда у меня есть. То есть не было такого, чтобы вот у меня не было черного твиста от Гивиса. То есть такая вещь, которая, как бы, периодически хочется к ней вернуться, периодически хочется ее покурить. Вот поэтому 5-е место табачок вполне заслужил. Четвертое место я отдал табаку Red Race Black Meloie. Ну, объясню почему. Я очень скептично до этого времени, до того, как я этот табак начал курить, относился к латакьевым смесям. То есть латакьи я не понимал, не понимал, как ее курить, не понимал, что мне интересного люди находят. Вот так случилось, что вот друг из Испании мне привез этот табак. Я его попробовал, ну, чтобы человека не обидеть, думаю, надо курить. Вот покурил и, честно говоря, вот с нее, в общем-то, началось мое понимание, осознание именно латакьевых смесей. Вот, но, честно говоря, после, конечно, я курил смеси лучше, но вот ей четвертое место отдал именно за то, что вот она мне с этим чудесным миром латакьи познакомила, которую я до нее как-то вот пропускал и не замечал, но там как-то не складывался. Именно вот с нее началось мое знакомство с латакьей. Итак, первые три места подошли мы к лидерам нашего обзора. Итак, номер три. Табак Маклиланд номер 24. Ну, по моему мнению, это лучший Вирджинио Флейк, который я курил в этом году. То есть, лучшего Вирджинио Флейка в этом году не было, это просто бест. То, что я еще в Вирджинии, и там насыщенность, кислинка, сладость, вот, ну, все в этом Флейке было, просто чудесный флейк. Поэтому Маклиланд номер 24, это вот третье место, лучший Вирджинио Флейк за этот год. Итак, второе место. Значит, ну, второе место я отдал табаку одного из лучших, по моему мнению, производителей табаков вообще в мире. Вот этот производитель табаков Корнелл Дейл. Значит, ну, второе место, это его смесь от Даджио. Ну, для меня это была просто лучшая Ватакевая смесь этого года. Лучшей Ватаки я просто в этом году не курил. Это просто чудесная смесь, насыщенная, легкая, то есть, у меня нет этой редкости, которая иногда бывает в Ватакевых смеси. То есть, она очень уравновешенная, очень приятная, курица, ну, просто чудесный табак. Значит, Корнелл Дейл на Даджио, второе место. Ну, и, как бы, лидер, ту-ту-ту-ту-ту, барабанная дробь. Опять же, Корнелл Дейл, смесь 29, Крайк Старк Бленд. Это просто, на удивление, кстати, это ароматизированный табак. Вот, но табаки Корнелл Дейл, я не знаю, можно ли считать их вообще ароматизированные в том смысле, в котором мы привыкли это понимать. Вот, эта смесь произвела на меня просто незладимое впечатление, к сожалению, очень тяжело ее найти, официально она там крайне в маленьких объемах увозится. Вот, но если у вас удастся эту смесь найти, обязательно ее попробуйте, это просто бомба, чудо. Вот, поэтому, ну, вот так вот выглядит ТОТ-5, по-моему, субъективной версии. Вот, может быть, у кого-то какие-то мнения другие, и он готов посмотреть, критику тоже здорово, когда открыли общение. Вот, давайте вместе развивать канал, раз уж он так становится людям интересен, судя по как-то увеличивающемуся числу подписчиков. Вот, спасибо за внимание, спасибо, что смотрите мои видео, уделяйте время моему, моему каналу. До новых встреч!